По желаниям хочу обратиться к нашим участникам вебинаров и особенно к тем, кто будет смотреть этот вебинар в записи. Не забывайте ставить лайки при просмотре записей на нашем видеоканале на YouTube тем вебинарам, спикерам, кого вы хотели бы отметить особо, чьи темы вам интересны, чей стиль подачи материалов вам интересен и полезен. На основании этих лайков будет проводиться затем рейтинг лучших тем, лучших спикеров, лучших вебинаров и формироваться программа дальнейших наших мероприятий на следующий учебный год. Поэтому, если вы заинтересованы в развитии какой-то темы, в ее раскрытии, хотите этого спикера увидеть еще неоднократно, не забывайте при просмотре записей ставить лайки на YouTube, на канале YouTube. Спасибо, коллеги. Потому что я сама очень часто как мама или как специалист пользуюсь этой методикой, этой техникой. Мне бы хотелось ей поделиться, я надеюсь, что у меня получится это сделать достаточно подробно, чтобы вы тоже смогли применять ее в своей жизни. На мой взгляд, это вообще крайне удобный и иногда даже очень нужный в воспитании детей метод. Я представлюсь, Баклановская Елена Александровна, я логопед-дефектолог и специалист по прикладному анализу поведения. Работаю я в Европейском медицинском центре УГМК «Здоровье». Это крупный медицинский центр в Екатеринбурге. И начну я с того, что очень коротко расскажу о том, что такое прикладной анализ поведения, так как поведенческий договор или поведенческий контракт – это метод, который применяется в прикладном анализе поведения. Для России это достаточно новая наука, но на Западе ей уже более 50 лет. Прикладной анализ поведения по-английски еще называется Applied Behavior Analysis. Сокращается у нас часто как EPA или ее еще называют ABBA. Это научная дисциплина, которая изучает, соответственно, поведение и изучает прикладные методы, с помощью которых можно изменять поведение в лучшую или социально приемлемую сторону. Ну и при работе с детьми целью является, безусловно, улучшение качества жизни ребенка и его семьи. Вообще прикладной анализ поведения применяется везде, где есть поведение, соответственно, и при работе со взрослыми пациентами применяется прикладной анализ. И, например, при работе со спортсменами для улучшения каких-то тренировок или, может быть, спортивных данных применяется в бизнес-процессах, применяется при дрессировке и так далее. Потому что принципы поведения, они, в общем-то, универсальны, и законы поведения используются в очень многих отраслях и сферах. У нас золотым стандартным применением прикладного анализа поведения является работа с детьми с особенностями развития, особенно с детьми аутичного спектра. Но не потому, что прикладной анализ поведения ориентирован только на эту сферу, но просто потому, что при работе, как правило, с детьми такого спектра, это наиболее эффективная и наиболее научно доказанная методика. И для того, чтобы начать презентацию, нам необходимо рассмотреть вообще само понятие поведения, так как мы будем говорить о поведении в рамках заключения поведенческого договора. В прикладном анализе поведения поведение рассматривается очень конкретно. Это то, что мы видим, слышим и чувствуем, когда мы наблюдаем за другим человеком. И это то, что мы можем описать так, чтобы человек, взяв наше описание поведения, увидел поведение, которое мы описываем, и сразу понял, что именно это мы и имели в виду. Ну, например, такое описание поведения, как ребенок не слушается, не очень понятно. Вот он сейчас уже начал не слушаться или он уже закончил? Или, например, такое описание поведения, как прибраться в своей комнате. Лучше, конечно, если есть какой-то четкий описанный стандарт, что нужно сделать, чтобы комната считалась прибранной, потому что иначе мы можем увидеть какие-то разногласия между разными людьми. Кто-то скажет, да, эта комната прибрана, а кто-то скажет, ну, что-то вот, наверное, нужно еще с этим поработать. Итак, поведение должно быть описано очень конкретно. Я очень коротко приведу примеры описания поведения. Нам это пригодится при описании поведения в заключении поведенческого контракта. Например, поведение не слушается. Я уже приводила как некий антипример описания. Более конкретным описанием будет, например, отталкивает от себя карточки, вскакивает со стула и кричит, когда учитель дает задание. Вот это пример корректного описания. Мы сразу понимаем, что, собственно, происходит и что имел в виду человек, когда указывал не слушается. Или поведение лучше справляется с уроками. Тоже не очень понятное описание. Непонятно, вот сейчас лучше или сейчас хуже, что вообще происходит. А вот в описании, например, при выполнении домашнего задания, решает пять примеров из десяти по математике самостоятельно и верно, уже становится понятно, что вот пять примеров он решил. А до этого, например, он решал два или не решал вообще. И вот это лучше нам становится уже понятно. А что же такое сам поведенческий договор или поведенческий контракт? Это документ, который устанавливает связь между выполнением определенного поведения и предоставлением какого-то подкрепления. Ну, например, предоставлением свободного времени, выставлением хорошей отметки, разрешением заниматься любимым делом и так далее. Обязательно должен быть оформлен письменно. И должен быть подписан. И большинство поведенческих контрактов состоит из следующих частей. Это описание задания, описание подкрепления и отчет о выполнении задания. Обычно договоры определяют, как два человека будут вести себя по отношению друг к другу, но людей может быть и больше в некоторых случаях. Это обязательно взаимовыгодное соглашение, при котором поведение одного человека зависит от поведения другого человека. Договор, составленный в чью-то пользу, например, в пользу родителей или в пользу ребенка, более выгодно одной из сторон работать не будет. Обратите, пожалуйста, внимание. Я бы хотела еще раз проговорить, что поведенческий договор обязательно должен быть письменным. Это входит в методику работы. Я более подробно расскажу об этом позднее. Сам процесс подписания договора и возможность сверяться с ним тоже является частью методики. И в каких областях он применяется? Ну, на самом деле, в самых разных. Это улучшение успеваемости, снижение веса, соблюдение схем лечения и соблюдение спортивных тренировок. Я со своими личными детьми заключала обычно договор на занятия музыкой для музыкальной школы, на соблюдение порядка в комнате и установление определенных правил, но и на выполнение домашнего задания. Компоненты поведенческого договора я вам проговорила. И сейчас на примере очень коротко покажу, как может выглядеть, например, один из поведенческих договоров. Здесь есть две колоночки, колонка заданий и колонка награда. Прописываются в первую очередь участники. Задание кто? Миша. То есть это мальчик, который будет выполнять договор. Что он делает? Готовится к школе. Когда? Каждое утро по будням к 7.15. Как он должен это выполнить? Миша должен самостоятельно встать, одеться и позавтракать. При этом он должен получить не более одного напоминания от мамы или папы. И чтобы получить награду, он должен вовремя выходить из дома от соответственных 7.15 5 дней в неделю. Описание награды. Кто? Мама и папа предоставляют награду. Что именно? Разрешают другу Диме остаться у них переночевать. Когда? В пятницу после успешной недели. То есть когда Миша все 5 дней доходила из дома вовремя. Как именно будет предоставляться награда? Дима может прийти к Мише после школы и остаться на ночь. И на ужин у них будет еще приятный бонус в виде пиццы и мороженого. Далее идет колонка с подписью. Подписывают договор обязательно. В данном случае Миша и мама с папой, так как они предоставляют награду. И проставляются даты. И отчет о выполнении задания может выглядеть следующим образом. То есть стоит, посмотрите здесь, понедельник, вторник, среда. В среду Миша не успел выйти вовремя. Стоит минус. Четверг, пятница. То есть за первую неделю Миша награду не получает. Потому что он в среду, к сожалению, не успел. Но вторая неделя, понедельник, вторник, среда, четверг и пятница была успешной. И стоит надпись награда. То есть Дима приходит к Миши начинать. Ну, это пример поведенческого договора. Мы более подробно далее рассмотрим, как его можно составить. Задание. Я уже проговорила, собственно, кто прописывается человек, который будет выполнять задание, получить подкрепление. В этом примере Миша. Что прописывается, собственно, само задание, которое надо выполнить, или требуемое поведение. В этом примере собраться в школу самостоятельно. Когда? Время, когда задание должно быть выполнено. В этом договоре каждый учебный день и указано время выхода еще Миши дополнительно. То есть здесь временной параметр очень важен. Как? Описываются особенности выполнения задания. Если задание какое-то комплексное, например, уборка в комнате или соблюдение порядка в комнате, то можно прямо конкретно по пунктам прописать, что именно должно быть сделано. Если есть исключения, то они также могут прописываться в этом разделе. Но вот у Миши, например, в этом примере исключения – это выходные. В выходные ему, конечно, не нужно вставать рано и в 7.15 выходить из дома. Раздел награда. Он должен быть не менее точно и полно описан, чем раздел задания. Описывается также, кто предоставляет награду. Это человек, который будет оценивать выполнение задания и следить за предоставлением награды. Что описывает сама награда. Когда? В какое время награда может быть получена человеком, который ее заслужил. И очень важно, что подкрепление должно быть получено после успешного выполнения задания. В этой методике подкрепление авансом не предоставляется. Например, в первой неделе, когда Миша в один день не выполнил условия договора, то есть он не вышел вовремя из дома, родители не разрешили другу переночевать у них. Хотя, может быть, Миша даже и просила об этом очень сильно. Но я думаю, что они могли показать договор и просто апеллировать к тому, что, видишь, мы с тобой подписали по условиям, один день пропущен, поэтому награды не будет. Как? Количественная характеристика награды. И здесь же могут быть описаны дополнительные возможности и бонусы. Ну, например, если условия договора выполнены с понедельника по пятницу, то Лена получает в субботу и воскресенье дополнительную награду. Например, если был договор заключен на выполнение домашних заданий, на уборку в комнате и так далее. И важно именно ежедневное выполнение условий договора. Отчеты выполнения заданий – это очень важная часть договора. Обязательно в самом бланке договора предусматривают место для отметок о выполнении задания. И записи о выполнении задания, предоставление награды дают основание обоим сторонам регулярно обращаться к договору. И по условиям договора, если задание нужно выполнить несколько раз, можно ставить отметки в графе о выполнении, например, «каждый день». И такие отметки помогают ребенку прежде всего уделять внимание самому договору, отслеживать свои успехи или видеть, если что-то не получается, и видеть, когда будет заработана награда. Ну вот здесь пример тех же отметок Миши. В среду написано «не успел». Ну и родители подписали, смотрите, здесь еще есть «молодец Миша», потому что Миша все-таки собрался и два дня вышел из дома вовремя. Особенности поведенческого договора. Договор фиксирует правила, в соответствии с которым определенное поведение влечет за собой определенные последствия. И это правило может быть отложенным достаточно надолго. Например, если ребенок посещает урок игры на гитаре во вторник, он может в субботу пойти в кино с друзьями. Между вторником и субботой проходит достаточно большое количество времени, несколько дней, но благодаря договору это условие зафиксировано, и его легче соблюдать. Поведение и последствия соединены между собой правилом, и отметки о выполнении помогают отслеживать количество выполненных заданий, количество оставшихся заданий до награды. Например, за каждое занятие музыкой дома ставится галочка, и видно, сколько галочек нужно еще набрать, например, для того, чтобы пойти в кино в воскресенье. И договор обязательно должен быть в доступе, можно его прямо повесить на стену, это будет очень удобно. В этом случае он будет служить напоминанием и подсказкой, он будет напоминать, какое именно поведение необходимо повторять, воспроизводить, и будет напоминать о том, сколько уже выполнено успешных шагов, например, для получения награды, и сколько шагов еще осталось. Примеры использования договора. Я расскажу сейчас несколько примеров применения. Самого договора здесь нет, это просто ситуации, когда договор применялся и применялся достаточно успешно. Например, в школе договор применялся с целью добиться дисциплины, а также активности и успехов в учебе. С учеником средней школы, у которого были выражены проблемы поведения, в том числе у него были выражены трудности при выполнении письменных работ. Собрали исходные данные о количестве правильных ответов. Правильным ответом считались верно расставленные заглавные буквы и правильно поставленные знаки припинания. Договор обсудили с учеником, составили и подписали с ним. И по условиям договора, если ученик улучшал свои результаты письменных работ в классе, то есть у него было меньшее количество ошибок, чем в исходных данных, количество, конечно, было определено и зафиксировано в договоре, он получал возможность проводить свободное время за компьютером. И об условиях договора ему напоминали перед каждым уроком чтения письма. И по результатам исходных данных, то есть исходной диагностики, у ребенка было 20% правильных ответов по обоим показателям, по орфографии и по фалфтуации. После начала работы количество правильных ответов по обеим показателям у него увеличилось и составило в среднем 84%. Еще один пример использования договора также в школе. Описано применение этого метода у девочки в первом классе, у которой было деструктивное поведение. Она отвлекалась на уроках, отказывалась выполнять задания учителя, дралась со сверстниками и устраивала истерики. Поведенческий аналитик и учитель провели консультацию, определили проблемное поведение, проанализировали его, выбрали способ коррекции поведения и оценки результатов. И в результате поведенческого договора, который заключили с девочкой, она получала награду в следующих случаях, когда она меньше установленного количества отвлекалась на занятиях, когда она вела себя с другими детьми нужным образом, было прописано, как именно, и когда она выполняла инструкции учителя. И наблюдение за поведением девочки также указало на заметное снижение частоты ее деструктивного поведения. Также интересное примечание к использованию поведенческого договора о том, что если с ребенком обсуждают договор и предлагают ему самому сформулировать задание на каждый день или на каждую неделю и самому определить критерии оценки, то это увеличивает эффективность поведенческого договора. Приведен пример достаточно долгого исследования, которое проходило 5 лет, в котором участвовали 43 ученика, но вот 37 приняли участие от начала и до конца исследования. И в результате вот такого применения комбинации поведенческого договора и самостоятельной постановки целей показали успешное достижение 75% ежедневных заданий, а также 72% еженедельных и 86% заданий в целом. И Вильям Рут, это исследователь, который проводил исследование, про которое я сейчас рассказывала, указывает, что при дополнении поведенческого договора элементами целеполагания, мотивационные аспекты договора и целеполагания суммируются, позволяя достичь от участников максимального старания и улучшения результатов. То есть если мы, заключая поведенческий договор с ребенком, даем ему часть работы выполнить за нас, например, определить цели, как-то мы с ним обсуждаем, определить критерии оценки, то это сказывается на эффективности поведенческого договора в лучшую сторону. Пример использования в семье. Применялся поведенческий договор и возможность самим поставить цели у четырех младших школьников. И проблема, с которой работали, это длительное выполнение домашних заданий и большое количество ошибок в них, допущенное по невнимательности. Родители собирали данные, они фиксировали время, которое дети проводили за приготовлением уроков и фиксировали точность выполнения заданий. После того, как родители и дети научились составлять договоры, ставить цели, каждый вечер они стали согласовывать задачи, то есть время выполнения домашнего задания, точность, допустимое количество ошибок. И в результате вырабатывали компромиссную цель, которую устраивало и родители, и ребенка. И раз в неделю цели, награды и санкции, которые были предусмотрены на случай невыполнения договора, пересматривали. Результаты обязательно фиксировали. И по результатам все ученики стали точнее и быстрее выполнять домашние задания. Автодоговор. Это поведительский договор, который человек заключает сам с собой, сам определяет задание, награду и сам отслеживает выполнение задания и получение награды. Ну, может быть, это то, что взрослые, наверное, могут часто делать, часто заключать сами с собой договор. И в отношении детей часто возникает вопрос, не будут ли дети при заключении контракта сами с собой завышать, скажем, результаты, для того, чтобы быстрее достичь награды. Ну, вот на самом деле есть интересные исследования о том, что когда дети устанавливали сами стандартные в отношении задания или награды, они часто спрашивали самих себя гораздо строже, чем когда контроль исходил со стороны родителей или когда родители старались ребенка пожалеть, не соблюсти условия договора и все-таки дать ему награду. Так что это тоже очень интересный метод. Здесь пример автодоговора. Обратите внимание, задание написано, написано, кто Дима, и награда тоже, кто Дима. То есть это договор, который мальчик заключает сам с собой. Договор на что? На занятие математикой. Когда? Каждый вечер по будням. Как будет договор исполняться? Перед тем, как смотреть телевизор, нужно будет час заниматься математикой. Мама и папа будут фиксировать, сколько времени я занимаюсь, чтобы получилось не меньше часа каждый вечер. И награда тоже, кто Дима, что будет смотреть телевизор. Когда? Вечером по будням после выполнения задания. И как? Смотреть телевизор перед сном столько, сколько захочет. Подпись, посмотрите, стоит одна и та же, так как договор мальчик заключает сам с собой. И отчеты выполнения задания в дальнейшем. Здесь хотела бы оговориться, что договор составлен не совсем верно, так как он фиксирует время занятий математикой, но, например, не фиксирует точность решения примеров. И вполне вероятно, что договор вот такого вида придется пересматривать, потому что вероятнее всего трудности с математикой у Димы при таком подходе сохранятся. И нужно будет смешательство мамы или папы, которые помогли мы Диме с решением сложных или непонятных задач. Как же составить поведенческий договор? Есть очень точно прописанные этапы, следовать которым очень легко и просто. И первый этап – нужно всем собраться. Очень важно, чтобы дети принимали участие в разработке договора, чтобы воспринимали работу над договором как совместный процесс, который подразумевает взаимодействие на равных всех членов группы. Второй этап – заполнение бланка. Там указывается задание, которое уже выполняет участник договора и задание, которое он может выполнять, чтобы помочь группе. Вот приведен пример девочки Даши. Она написала то, что она уже делает для всей семьи. И что еще она могла бы делать, и что было бы полезно и для нее, и для всей семьи. Третий этап – это заполнение бланка МКБ. Это определение возможных заданий для других членов группы. При этом важно отметить полезное поведение или помощь другим, которые они уже выполняют. И если бланк А заполнялся самим человеком для себя, то бланк Б, например, если договор заключается в семье, заполняют члены семьи на другого человека. Сам человек его не заполняет. И необходимо указать по меньшей мере один тип поведения в каждой графе. Например, указано, что Боря делает для всей семьи, и что еще может делать Боря. При этом очень важно, чтобы каждый участник обязательно указал один пункт поведения. И позиция. Ну, он ничего не делает, я не знаю, что писать. Неприемлемо. Нужно будет посидеть все-таки и вспомнить, что же человек делает для всей семьи. Четвертый этап. Нужно будет заполнить бланк наград. Указать любимые вещи и развлечения. Указывать можно как какие-то достаточно повседневные вещи, которые находятся в постоянном доступе, так и то, что, в принципе, для человека было бы важно, чтобы он хотел делать. Можно указать даже что-то, может быть, достаточно трудно реализуемое, но то, о чем человек мечтает, то, что для него действительно было бы важно. Пятый этап – это, собственно, написание договора. Выбирают задание для первого договора каждому из участников. И при этом обсуждение должно быть общим. Каждый пишет, кто выполняет задание, что оно собой представляет, как и когда оно должно быть выполнено. И при необходимости оговаривают исключение. Потом сверяются с бланком наград, при этом выбирают нечрезмерную награду и не совсем маленькую. Желательно найти такое соответствие, чтобы награда соответствовала выполненному заданию по уровню трудности. Далее описывают, кто будет контролировать награждение и что оно будет собой представлять и как, в каком объеме будет выдаваться. Рекомендации по применению. Важно то, что целевое поведение, поведение, которое вы хотите изменить, должно уже присутствовать у участников. Например, если я хочу, чтобы дети, приходя из школы, вешали свою одежду в шкаф или поддерживали свои вещи в порядке, там, например, собирали, разбирали портфель, я понимаю, что, в принципе, эти навыки у них есть, что они в состоянии повесить одежду в шкаф или что ребенок может забрать портфель, что у него есть для этого необходимые навыки. Если вы хотите работать с поведением, которое очень трудно для ребенка или для человека, или которое он не умеет еще выполнять, то надо использовать другие методы. В этом случае поведенческий договор не подойдет. Или если поведение, как я уже сказала, не характерно для данного человека. И наиболее эффективен договор в отношении поведения, результаты которого очевидны. Выполненное домашнее задание, приготовленный ужин, вымытая посуда, убранная комната и так далее. Или в отношении поведения, которое совершается в присутствии лица, которые предоставляют награду, например, родителя или учителя. Например, если вы намерены заключить поведенческий договор со своим ребенком, например, относительно его поведения на переменах. При этом вы не видите, вас нет на перемене, вы не знаете, как он себя ведет. И учитель не может отслеживать это поведение, то вы не можете этот договор заключить, потому что на самом деле вы не знаете, что там происходит. Поэтому или вы должны иметь возможность увидеть результаты поведения, или вы должны видеть, как оно совершается. Особенности применения. Умение читать не является обязательным, например, для заключения поведенческого договора. Необходимо, чтобы участник был способен выполнять пункты договора или соблюдать правила, которые до него донесли в визуальной или устной форме. Поэтому, например, можно заключать договор с дошкольником, у которого хорошо развита речь, с ребенком школьного возраста, у которого есть какие-то особенности чтения, которому трудно читать, в том числе со взрослым, у которого есть тоже какие-то трудности, например, чтения. При заключении таких договоров используются символы, пиктограммы, рисунки, фотографии и так далее. Рекомендации и правила по заключению договора. Договор должен быть справедливым. И начинается это с того, что размер награды должен соответствовать сложности задания, но и он должен быть взаимовыгодным. То есть цель договора, конечно, чтобы обе стороны вышли победителями, чтобы и вы выиграли от того, что в комнате ребенка, наконец, порядок, и ребенок выиграл от того, что он соблюдал договор. Договор должен быть четким и понятным. Часто главная польза договора в том, что он позволяет обсудить намерения и ожидания каждого участника, выяснить, наконец, что ребенок хочет от вас, а ребенку узнать, что именно вы от него хотите. В поведенческом договоре должны быть четко определены требования. И требования должны быть именно такими, как в нем сказано. Если вы указали, что уборка в комнате, это поднять вещи с пола, например, вытереть пыль со стола и все, то это и есть требование поведенческого договора. Нечестно будет по отношению к ребенку сказать, ну, например, а ты не вымыл пол еще дополнительно, потому что вы не указали это в договоре. Договор должен быть честным, награда должна предоставляться вовремя, в оговоренном размере за задание, выполненное согласно условиям. В честном договоре награда не предоставляется, если задание не выполнено согласно условиям. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Очень часто бывает, что родители говорят, что они жалеют детей и начинают нарушать условия договора, тем самым они обесценивают договор, обесценивают саму награду и учат ребенка, что можно фактически не соблюдать правила, при этом получая вознаграждение. Предусмотрите многоуровневое подкрепление. Например, какое-то дополнительное вознаграждение, если договор соблюдался регулярно, если, например, результаты планомерно улучшаются. Это позволит повышать уровень мотивации ребенка. Иногда в договор необходимо ввести штрафы. Такие, например, как лишение награды, если задание, о котором вы договаривались, не было выполнено или не было выполнено вовремя. И то, о чем я уже говорила, разместите договор на видном месте. Это даст возможность в любое время заглянуть в договор и отслеживать правила и выполнение заданий как тому, кто договор выполняет, так и тому, кто отслеживает награды. При необходимости договор необходимо пересматривать и вносить коррективы, если одной из сторон что-то не нравится. Вообще, выполнение договора должно стать положительным опытом для всех участников. Это опыт, прежде всего, переговоров, опыт вырабатывания какого-то совместного решения семейного. Если вы поставили слишком высокие, слишком сложные цели, не нужно превращать его в гонку за выживание. Возьмите, пожалуйста, сначала небольшие, легко достижимые, может быть, для ребенка цели для того, чтобы он просто начал сотрудничать, научился договор соблюдать. Постепенно вы сможете пересмотреть критерии по мере того, как поведение станет привычным для ребенка. Вовремя прекратите действия поведенческого договора. Безусловно, это лишь средство для достижения цели, и после того, как результат достигнут, устойчиво закреплен, дети приходят из школы и уже сами вешают одежду в шкаф, договор необходимо аннулировать. Кроме того, договор может быть расторгнут, если одна из сторон не справляется с выполнением его услуги. Как оценить эффективность договора? Проще всего оценить, если вы регистрируете каждый случай выполнения задания. Например, просто заполняете отчеты выполнения задания каждый день, и вы увидите, насколько договор эффективен. Вы можете сравнивать ваши записи с исходными данными, с тем, что было до того, как вы заключили договор. И успешным можно считать результат, при котором оговоренное задание выполняется чаще, чем до заключения договора. Недовольство договора может возникать, как правило, в следующих случаях. Если не была решена проблема или не достигнута цель, ради которой заключался договор. Например, был сделан неверный выбор поведения в части договора, которая касалась задания. Выше я приводила пример автодоговора Димы на выполнение заданий по математике. Помните там, где он должен был час заниматься математикой? И изначально это Дима, собственно, хотел улучшить свою успеваемость. То есть он хотел научиться решать какие-то сложные для него примеры. Но, вероятнее всего, он неверно выбрал себе здесь цель. И у него не получится, просто решая примеры, или решая их неверно самостоятельно, улучшить свои показатели. Например, ему лучше будет пересмотреть договор и, скажем, поставить решение трудных примеров ежедневно с мамой и папой, с разбором. А потом решение по аналогии примеров без ошибок. Вот это ему поможет улучшить успеваемость. И в таком случае у него не возникли недовольства договором. Ну, или участники не удовлетворены тем, как протекала работа. Может быть, выбраны слишком сложные цели. Может быть, награда вовремя не предоставляется. Может быть, награда слишком большая или слишком маленькая для этих условий. Нужно разбираться в каждом конкретном случае. И напоследок я просто приведу несколько примеров поведенческих договоров. Надеюсь, что вам они будут полезны. Задание. Кто? Дима. Что именно? Уборка в комнате. Когда? Папа проверя... Я прошу прощения, здесь поменялись местами строчки. Когда? Должно быть по субботам в задании. Как именно? Дима поднимает всю одежду с пола, кровати и со стола и стула, раскладывает по полкам все игрушки и модели, убирается на столе и аккуратно раскладывает тетради, учебники и карандаши и застилает постель. Обратите внимание, как подробно и точно описано то, что Дима должен выполнить. И прописано исключение, то есть Дима имеет право один день в неделю не прибираться. Это тоже входит в условия договора. Награда. Кто? Папа. Что именно? Время с папой. Когда? По субботам. И как? Два часа только Дима и папа. Дима выбирает из следующих занятий. Перечень идет занятий. Что именно они могут делать с папой. И Дима может пригласить друга, если захочет. Следующий договор. Это договор, который заключили брат с сестрой. То есть это не обязательно использовать между родителями и детьми. Вполне можно и между братьями, сестрами и так далее. Кто? Маша. Что именно? Убирается в гараже. Когда? В первую субботу каждого месяца. Как она это делает? Она подметает пул, раскладывает инструменты по местам, убирает на место все садовые принадлежности. И со второй стороны, кто? Саша. Что он делает? Он моет и прибирается в машине у Маши. Когда? Тоже в первую субботу каждого месяца. Как он это делает? Он моет кузов, пылесосит салон и моет окна в машине. Далее подписи, даты и отчеты выполнения задания. Так как у них договор на первую субботу каждого месяца, у них отчеты выполнения задания по месячной. Литература. Это перечень литературы, которую я использовала при подготовке этой презентации, этой темой. Особо вам рекомендую первую книгу. Дардинг и Хьюорд. Давай договоримся. Эта книга ориентирована на родителей, на самый вообще широкий круг читателей. Там очень много картинок, очень много примеров. И можно брать просто и пользоваться. Вторая книга – это учебник для специалистов прикладного анализа поведения. Я указала для тех, кто, может быть, соберется осваивать эту науку. И вообще захочет что-то подробнее почитать. Это уже научная литература. Купер, Хэрон и Хьюорд. Прикладной анализ поведения. Просто, может быть, вы будете знать, что тоже есть такое пособие. Спасибо вам большое всем за внимание. Я очень надеюсь, что вам будет тема полезна и интересна. Вы будете применять ее в своей жизни. И не только со своими детьми, может быть, со своими учениками. Здесь указаны мои контакты. Можно со мной связаться, если у вас есть какие-то дополнительные вопросы. В Фейсбуке, ВКонтакте, по имени, фамилии. У меня есть Инстаграм, и я веду канал на Яндекс.Дзен, который так и называется Елена Баклановская. Я там периодически тоже что-нибудь выкладываю. Я готова ответить на вопросы, если они есть. Ольга Васильевна говорит, мне кажется, что такого рода поведенческий договор исключает осознанное отношение к собственному поведению. То есть я веду себя хорошо только в том случае, если мне это выгодно. Если нет, то нет. Ольга Васильевна, ну вы правы в том, что мы вводим, безусловно, поведение, не характерное, скажем, для ребенка. И, конечно, не все дети, может быть, и сознают, что им нужно убирать одежду в шкаф, или что им, скажем, выгодно, чтобы помочь родителям мыть посуду после ужина. Бывают дети, я не спорю, которые это чувствуют сразу. Там дети очень какие-то ответственные, у которых не возникает вообще никаких трудностей с соблюдением правил, но часто вот и мои, к сожалению, личные дети, и дети, с которыми я работаю, не совсем понимают какие-то правила, которые, скажем, понимаю я, и последствия несоблюдения, которых понимаю уже я с высоты своего опыта. Но объяснить таким образом, что, скажем, ты сейчас делаешь домашние задания по математике, а в будущем тебя ждет хорошая карьера, как-то мне не удалось и не удается. Поэтому можно использовать вот такие методы, действительно достаточно искусственные, потому что они предоставляют непосредственно искусственное подкрепление для соблюдения правил. Но с моей точки зрения это гораздо лучше, чем, например, кричать, потому что одежда опять лежит на полу, или, не знаю, нервничать и скандалить, потому что ребенок не делает уроки по математике или не заинтересован в выполнении заданий. Такой способ помогает нам какое-то новое и непривычное, скажем, для ребенка поведение, но которое он выполнять физически умеет, постепенно ввести в его жизнь, сделать для него привычным. А со временем вы сможете, я надеюсь, когда ребенок подрастет, уже ему и объяснить, скажем, полезность выполнения заданий по математике или необходимость регулярной помощи родителям по дому. Ирина Николаевна, правильно я поняла, что выполнение на доверии невозможно, и всегда надо осуществлять контроль над выполнением правил ребенка. Ирина Николаевна, ну, выполнение на доверии – это, вероятнее всего, автодоговор. Можно, кстати, на эту тему посмотреть. Я ввела вебинар, тоже здесь на канале Директ Медиа, о самоуправлении. Там есть тоже варианты различного управления своим поведением. Там, вот там будет выполнение на доверии. Но в случае, если вы ввели какие-то искусственно созданные правила, и вы предоставляете ребенку награду, то вам необходима какая-то система оценки. Поэтому желательно, да, либо контролировать то, что ребенок выполнил, то есть он вам может показать домашнее задание, или убранную комнату, или вымотую посуду. Или вы должны видеть, что он, собственно, делает. То есть, например, учитель, отслеживая или заключив договор с учеником о выполнении инструкций, присутствует, соответственно, на уроке и видит, что происходит. Если это договор о поведении ребенка на каком-то другом предмете, учитель не видит, что происходит, кто как он может предоставить ребенку награду. Конечно, ребенок может сказать, что он вел себя правильно. Но насколько эти данные будут верны и честны, и не учим ли мы ребенка в этом случае, скажем, не совсем приемлемым формам поведения. Людмила Витальевна, на какой срок, как правило, может заключаться такой договор? Для закрепления это соблюдать правила 21 дня, и сколько одновременно может быть договоров? Людмила Витальевна, ну сколько договоров это на самом деле, мне кажется, что... Ну что ж, коллеги, сейчас, видимо, какая-то техническая сбой произошел у нашего спикера. Я думаю, что Елена Александровна сейчас попробует перезагрузиться и к нам войти. Я прямо слышу. Да, вот все, видимо... Да, я Людмиле Витальевне отвечала, и мне не удалось, видимо, проговорить свой ответ до конца. Ну, на самом деле, здесь зависит от конкретного договора, от конкретного поведения. То есть, как только поведение становится для человека привычным, у вас просто отпадет необходимость в поддержании условий договора, он у вас сам уйдет, ну вот, по крайней мере, из моей практики. Про правила 21 дня я не слышала, и на самом деле здесь не знаю, насколько оно будет работать. Может быть, кому-то нужно будет и больше времени, а кому-то меньше. И, например, мальчик Миша из нашего, там, премьера первого, научится гораздо быстрее выходить вовремя в школу и не опаздывать. А может быть, ему потребуется несколько месяцев для этого. Сколько договоров, но сколько сможет семья поддерживать актуальными? То есть, сколько сможет оценивать результаты, вовремя оценивать выполнение, отслеживать и предоставлять награды. Так, я смотрю общий чат, вопросов нет. Я рада, что вам понравилось. Если вопросов нет, я отключаюсь. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok